На контроле нуратановцев реализация государственной программы Нурлыжо. Они с рейдом побывали на реконструкции Петропавловского напорного канализационного коллектора Южны. Какие замечания высказали подрядчикам депутаты партийной фракции, расскажет Ксения Куценко. Протяженность напорного канализационного коллектора Южны более 4 километров. В районе Подгоры техника работает с 20 июня. На объекте трудятся специалисты компании-подрядчика СК «Максимум» порядка 50 человек. Как идут дела на объекте, проверяют члены специальной комиссии фракции партии Нуратан в областном Маслехате. Подрядчик рассказывает, заменили уже порядка 800 метров труб. Объект разделен на три участка. Самый сложный из них находится под рекой Есиль. Такая реконструкция необходима из-за высокого износа оборудования, говорят специалисты компании «Козложарсу». Именно они эксплуатируют коллектор. Ожидаем от этого очень большой эффект. Экологически чистые мы будем принимать отходы и будем их очищать на своих чистых сооружениях. В общем, конечно, есть такой момент, что кроме того, как мы принимаем канализационные сливы с города, туда попадают и талые воды. И для того, чтобы пропускная способность этих труб была еще выше и лучше, у нас будет в этом отношении тоже очень большой плюс. И отчего мы ожидаем, что район под горю у нас не будет затапливаться. Завершить работы планируют в декабре. Но ротановцы рекомендовали подрядчикам не отставать от графика, а также говорили о необходимости восстановления дорожного полотна после ремонта. «Мы как депутаты сегодня довольны работой, проводимой данным подрядчиком. Работа начата в срок, проводится качественно. Мы сегодня порекомендовали, что после работы трубу, когда засыпают ее, проводить сразу отсыпать щепнем, чтобы людям было удобно ходить. В остальном замечаний как таковых нет». Кстати, реконструкцию коллектора проводят на средства республиканского бюджета по программе «Нурлыжол». Из 850 миллионов тенге большая часть уже освоена. Ксения Куценко, Казбек Рыгбаев. Новости МТРК.